всем привет дорогие друзья с вами илья и в этом видео мы будем устанавливать новый soundbar или звуковую панель это harman kardon enchant 1300 здесь 13 канальный звук и кучу всего интересного очень хорошая звука панель стоит недешево так что садитесь поудобнее и давайте на нее посмотрим вперед значит план работы вы на сегодня поняли и так есть у нас 55 дюймовый телевизор но звук как говорится знаете скучный то есть реально скучный именно самом телевизор чтобы смотреть фильмы играть в игрушки или просто даже посмотреть концерт чтобы было у тебя полное погружение в происходящее нужно что-то предпринимать это ребят у нас 13 канальная универсальная аудио панель системой объемного звучания называется на мультибим что это означает сейчас вам такой кадр покажу очень интересная наглядно показано значит сама панелька у нас умеет сканировать пространство сейчас я поставлю мы запустим сканирование и она поймет как лучше настроиться для того чтобы ты получил отсюда ну прям максимум звука название данному soundbar у enchant 1300 вообще в серии enchant есть три устройства это звуковая панель enchant 800 она немножко попроще чем это но на сайте harman карта можете посмотреть это у нас enchant 1300 13 динамиков и здесь 3 дима я короче все это работает как и hdmi hub сейчас все покажу очень классная тема и есть еще сабвуфер то есть он называется так enchant сабвуфер стоит он примерно в районе 30 там 35 тысяч рублей данная звуковая панель стоит в районе 65 тысяч рублей это премиальная тема этим все сказано и давайте на эту премиальную тему посмотрим открываем коробку достаем распаковываем подключаем комплекте помимо звуковой панели мы обнаруживаем инструкцию кабель питания кабель hdmi пульт управления кабель 300 на три с половиной систему крепления на стену это кстати очень важно оптический кабель но и батарейки к пульту управления почему важно что идет крепление на стену потому что данную штуку конечно можно положить рядом с телевизором но намного интереснее смотрится когда у тебя хороший дизайнерский проект у тебя телевизор висит без проводов и прям аккуратненько под ним тоже без проводов располагается саундбар ну тоже сами понимаете что на стене когда у тебя висит телевизор ну плюс-минус ну реально звук конечно неинтересный будет а чтобы у тебя было полноценное мультимедиа место но сам честно фотографии тоже видите очень круто у тебя в звуковую панель саундбар подходят все приставки apple tv то есть все что ты захочешь и дальше одним кабелем все это идет непосредственно в телевизор круто пульт управления матовый пластик но чувствуется дороговизна здесь главное управление звуком это круто что видите не выйдете на посередине потому что это же нас все-таки звуковая панель главное это звук вот она как раз клавиши калибровки выбор пресетов управление плеером есть ночной режим соединение по блютусу мьют но и выбор источника я пульт управления ставлю прям 10 баллов из 10 он очень аккуратно и очень приятно лежит в руке но теперь конечно посмотрим на внешность самого саундбара ну или звуковой панели по разному можно называть здесь у нас алюминий заточенные грани прошу заметить это очень круто выглядит и премиальная ткань это насколько красиво она вообще выглядит сочетается именно самим корпусом согласитесь это прям ну стильное решение помните говорю что у нас тут 13 канальный звук так вот наверно вам нагляднее можно показать либо на коробке здесь у нас 424 динамика один twitter и twitter еще один справа другой twitter слева либо вставлю вам вот такое еще видео можете посмотреть как как бы в прозрачном корпусе располагаются динамики возможно вам будет это интересно задняя сторона вся та же самая применяемая ткань фазоинвертор 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 и вот задняя сторона самое у нас интересное смотрите как это можно применять представим ситуацию сейчас у нас в телевизор ну входит все там провода от приставки от там блюрей плеера от apple tv но от любых короче гаджетов которые у нас воспроизводят контент а данная самобар можно использовать мать как вставлять сюда камеру две консоли там apple tv и один hdmi кидаете в телевизор все больше ничего не нужно дальше вы уже выбираете уже вход идет и аудио и видео сигнал проходит дает нам звук и выводит изображение на телевизор плюс конечно можно проигрывать через aux через usb ну и вход оптические конечно присутствует здесь у нас питание а здесь клавиши настройки беспроводной связи с сабвуфером я здесь не могу показать сабвуфер но я поехал специально в салон чтобы послушать как звучит этот салмбар с сабвуфером и это я вам скажу но это это круто когда у тебя всего лишь два физических устройства салмбар по телевизорам и слева стоит сабвуфер и что они делают это блин чума такое ощущение что у тебя реально ну и в комнате там домашний кинотеатр стоит то есть понимать что отдельно можно купить салмбар и к нему при желании докупить сабвуфер подключается в сеть сабвуфер и по беспроводной связи вы можете поставить другую часть комнаты они сопрягаются работают вместе а сабвуфер у нас 250 миллиметровый низкочастотный динамик это понятное дело корпус с ультра низким резонансом и вес можете представить 15 килограмм счастья 15 килограммовый сабвуфер вас просто вносят в виде веса ладно а так скажите по виду не скажу что есть так куча динамиков сверху есть клавиши управления чтобы могли подойти вручную это сделать но никогда мы там сидим на диванчике аккуратненько ходим по комнате можно подойти его включить выключить сделать громкость потише поменьше и выбрать источники прошу ребят заметить как интересно по бокам сделаны твиттеры прям как громко говорители и сейчас мы данный саундбар будем устанавливать к моему телевизору будем ставить его вот сюда вперед я специально немножко подачу отодвинул что было место все я подключил теперь у меня весь звук с телевизора идет именно по оптике я стерика забрал весь звук суда оптический выход сделал здесь соответственно выбираем откуда мы будем воспроизводить usb hdmi 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 вот оптический выход и соответственно включается что происходит дальше вот у меня два устройства здесь у меня есть тепл тв и xbox давайте включим и первое устройство и второе устройство они все идут вот сюда вот а из саундбара все идет одним кабелем муж как в телевизор у меня это идет вот в этот блок значит дальше я выбираю вход и вот выбираем энчант 1300 после этого я уже внутри саундбара выбираю какой у меня будет hdmi использоваться соответственно сейчас у меня apple tv если я переключу на hdmi 2 у меня должен по идее быть xbox а вот все да то есть у меня выступает как бы в роли hdmi хаба вот это на самом деле крутая штука что я могу прямо отсюда выбирать что я буду делать либо по флешке буду читать либо по bluetooth буду подключаться либо по где кстати есть google chromecast и это означает что я могу прям с телефона сюда пустить музыку так но это я вам сейчас тоже все покажу давайте попробуем запустить какой-нибудь фильм но телевизор извините он немножко моргает на смотрите я запущу через apple tv фильм я могу дальше при помощи даже пультика apple tv управлять полностью но громкостью здесь единственное что нам нужно сделать давайте сейчас пока застопорим нам нужно отрегулировать откалибровать именно саму звуковую панель нажимаем калибровка то есть он такими вот звуковыми волнами понял насколько далеко находится стены какой тип стены то есть насколько это все дело отражается так написал что все готово окей запускаем фильм первое впечатление но после того как он откалибровался реально такое ощущение что есть небольшой знаете как вот зазор сзади то есть как будто у тебя реально колонки стоят по всей комнате такое ощущение сто процентов есть то есть есть сцена ряда голос у них идет посередине потом все спецэффекты которые применяются они сразу слышно справа слева и есть очень интересный эффект который видимо как-то вот так вот обходят прямо сзади меня и то есть я слышу что вот откуда-то вот как-то сбоку идет это классно сделали класс с пульта дистанционного управления могу выбрать режим звучания сейчас меня как раз стоит кино есть еще режим войс есть режим персонал стандартный музыка и кино сейчас у меня сомбар подключен в режиме bluetooth я могу с телефона но с любого устройства сюда кидать уже соответственно мы как говорим что здесь есть еще поддержка воспроизведение через вай фай устанавливаем приложение google home и здесь вот как раз находим наше устройство появился значок знаешь все подключено потом через приложение передаем все данные по нашему вай фай в саундбар и потом он уже подключать именно к сетке и любое устройство которое у нас в сети находится можем через вай фай проигрывать ну и плюс что получается у нас устройство включилась к вай файу теперь может само скачать обновленное по это круто а сейчас у нас происходит обновление было на саундбаре ну и в зависимости от помещения там и время суток можно задимить это дисплей чтобы не таким ярким был и на санбаре поддерживается но понят дела стриминговые сервисы к примеру то что у меня сейчас google home вывел это google play дизер tune in ночи в спецификации написано там где-то более 200 интернет-сервисов но все это можно кидать именно через вай фай и класс и правда самое красивое что можно придумать просто без проводов под телевизором повесить вот смотрите телевизор 55 дюймов чтобы себе просто представляли ну по по размерам у меня устройство на а с заходим в google play музыку здесь мы например у фонотека заходим нет здесь есть queen дальше богинская рапсодия и дальше здесь могу выбрать что я хочу кинуть звук именно сюда появляется значок делаем погромче 30 . и все начинает играть вот так все просто с любых операционных систем можно музыку выводить но не только по блютуз но через вай-фай ну послушал посмотрел точнее в основном послушал фильмы о потому что когда там звуковая сцена вот там например хоббита мне кажется много фильмов куплено и я смотрю в основном через apple tv очень круто вот в режиме кино то есть когда на экране кто-то разговаривает у тебя по-любому эта сцена где-то вот прям из центра идет как уже говорил когда экшн-сцена у тебя такое ощущение что это все происходит но не как прям на 360 градусов но примерно звук точно заходит за за 180 градусов по музыке почему-то понравилось слушать именно на режиме кино подводя всему этому это очень много функциональных устройств потому что по блютузу понятное дело через вай-фай со всех устройств на можно кидать плюс сюда подсоединяется плеер приставка еще приставка или консоль и все это идет именно в телевизор одним проводом это очень хорошо и плюс можно прям с телевизора вывести оптический сюда выход то есть смотреть обычный телевизор понятное дело вот здесь вот переключается отсюда мне очень понравилось дорого богато красиво и звучит шикарно надеюсь как получилось передать свои эмоции от прослушивания а уж с сабвуфером это было еще прям крышесносно ссылку на такой саундбар я вам конечно оставлю в описании если вы хотите сами почитать поподробнее узнать все технические характеристики вплоть там до частот пожалуйста переходите смотрите понравится блин ребят покупать можно потому что ну блин звучит это просто шикарнейше стоит недешево но звучит шикарно а уж как это звучит совместно с сабвуфером это вообще прям слов нету это прям реально концертный зал такой вроде миниатюрный но концертный зал ладно давайте спасибо что досмотрели до новых встреч пока а